В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Арина Синенок и Ирина Рудая. Сегодня в программе. Вы узнаете о том, чем занимаете, какие цели ставит перед собой Гомельский городской детский парламент. Конкурс по патриотическому воспитанию наследия. Педагоги учащиеся. Кто же одержал победу на этот раз? Как расшифровать послание из точек и тире? Какова тайная жизнь радисты? И как одержать победу в республиканских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии? Расскажут ребята из Светлогорска. В рубрике «Мой город» наши корреспонденты заглянут в самые интересные места вечного хранилища знаний – Гомельской областной библиотеки. В Гомелье состоялся первый кадетский бал. О том, как это было, знают наши корреспонденты. Об этом и не только в нашей программе. В канун Нового года в Минске состоялись открытые республиканские соревнования среди молодежи по скоростной радиотелеграфии. В состязаниях приняли участие представители всех областей нашей страны. 75 юных спортсменов из 8 команд поборолись за право называться лучшими. Сборная Гомельской области состояла исключительно из светлогорцев. Борьба между скоростными радиотелеграфистами развязалась нешуточная. Однако в упорном состязании победила команда нашей области. Светлогорские спортсмены заняли первое место, опередив главных соперников из Минского и Могилевского регионов. Наши ребята завоевали 8 наград из 18 возможных. И сегодня двое ребят-победителей у нас в гостях. Знакомьтесь, чемпион мира по скоростной радиотелеграфии 2019 года среди юношей до 16 лет Кирилл Корягин. Привет, Кирилл. Привет. Привет. И призер. Победитель республиканских соревнований по скоростной радиотелеграфии Ольга Чернейко. Привет. Привет. Вместе с ребятами к нам приехала тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ, педагог дополнительного образования в физкультурно-спортивном центре детей и молодежи Светлогорского района, тренер сборной Гомельской области по скоростной радиотелеграфии Любовь Михайловна Змушко. Здравствуйте. 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 Мы поздравляем вас с такой замечательной победой. Мне кажется, это прекрасный предновогодний подарок получился такой для Гомельской области. Спасибо. Я, честно говоря, впервые слышу про соревнования по скоростной радиотелеграфии. Что вы можете рассказать про них? Скоростная радиотелеграфия является одним из видов радиоспорта. Соревнования по скоростной радиотелеграфии зародились еще в 50-х годах 20 века. Самые первые соревнования были проведены среди военных радиотелеграфистов. И очень ценилось то, что ребята могли принимать и передавать азбуку Морзе на высоких скоростях, могли это все записать. Проводились международные соревнования, национальные чемпионаты. И с конца 50-х годов еще при бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы начались проводиться чемпионаты международные. Первый чемпионат Европы прошел в 1983 году в Москве. Сборная Советского Союза, в которую входили также члены нашей белорусской команды, заняла первое место. Среди них была спортсменка, мастер спорта международного класса Елена Свиридович. Вот она тогда среди женщин заняла первое место, завоевал три золотые медали. И начиная с 1995 года, начались проводить чемпионаты мира с периодичностью в два года. Наша команда участвовала в 1995 году на чемпионате мира. Это была Венгрия. Они тогда заняли четвертое место. Но начиная с 2003 года, когда у нас в Республике Беларусь прошел чемпионат мира, наша команда завоевала первое место. И с тех пор пальму первенства мы никому не отдаем. На данный момент уже прошло 16 чемпионатов мира. Следующий чемпионат мира будет в Монголии в конце августа месяца, с 24 по 27 августа в столице Монголии, Улан-Баторе. Наши ребята, те, которые у нас сейчас занимаются, и уже выпускники наши, они устанавливают и неоднократно устанавливали мировые рекорды. Примечательно то, что по радиоспорту это единственная дисциплина, скоростная радиотелеграфия, где рекорды учитываются. И вот из 16 мировых рекордов, которые были установлены, 8 упражнений среди мужчин и 8 упражнений среди женщин, наши белорусские спортсмены установили 10 мировых рекордов. Из них 5 мировых рекордов установлены именно нашими светлогорскими ребятами. Два рекорда установил Островский Олег. Это у нас был прием цифр 300 знаков в минуту. И передача 234, по-моему, знаков в минуту цифры. Вот буквы 300 знаков мировой рекорды – это Аня Шевеленко. И по цифрам у нее тоже больше 200 знаков в минуту мировой рекорд. И у нас есть еще такие практические упражнения, называются «Рус Экспи». Стас Гавриленко, он набрал 291 500, по-моему, 24 очка. Тоже установил новый мировой рекорд. Он практически на каждом чемпионате мира, у него повышаются очки именно в этой дисциплине. У нас же в Беларуси проводятся не только чемпионаты Республики Беларусь, но и Кубки Республики Беларусь, проводится первенство Республики Беларусь. Ну и мы у себя в Светлогорске тоже проводим и городские соревнования, чтобы детям было интересно, и областные соревнования. Ребята, расскажите о лично ваших достижениях на каких-либо соревнованиях. На соревнованиях, которые проводились в ноябре, я принял буквы 240 знаков, цифры 220, а передал буквы 193 знака за минуту, цифры 189. Это хороший результат? Да. А какие у тебя, может быть, победы есть? Кубок Европы в 2017 году, Македония, второе место. Это 2019 год, Кубок Европы, Бухарест, Румыния, первое место. И то, что был чемпионат мира в сентябре, тоже первое место в Болгарии. Ты такой молодец, очень классно, прям вообще супер. А ты, Оля, расскажи. На Кубке по лесу я заняла второе место. Я по буквам приняла 200 знаков, по цифрам я приняла 170. На республиканских соревнованиях среди молодежи я заняла второе место. Приняла по буквам я 170, по цифрам тоже 170. Для Кирилла принять его скорость, это очень хороший результат. Радиограммы у нас проходят тогда, когда не более пяти ошибок у них. Вот они на соревнованиях принимают скорости, и скорость идет одна за другой, через каждые 10 знаков повышается скорость. И вот он, принимавший радиограммы, в минуту он записывает вот эти скорости и принимает по 200, 220, 230, 240 знаков. Для него это очень хороший результат. Для Оли 200 знаков на Кубке по лесу, это ее личный рекорд, личный рекорд, 200 знаков в минуту. Молодцы, ребята. Кирилла, вот я хотела тоже спросить, а какой у тебя личный рекорд? На тренировках я смог записать буквы 270 знаков за минуту, а цифры только 250. Ого, это же очень много. Это много, да. Спасибо. А что собой представляют соревнования по скоростной радиотелеграфии? И какие, может быть, этапы есть? Соревнования делятся на прием, передачи и тесты. Тесты делятся на РУФС и Марзараннер. Ну, расскажи подробнее. Нам не очень понятно. Прием. Это заходит в класс человек 20. Судья включает программу, где звучит текст. И дети должны записать этот текст. И чем больше у них получилось записать, тем лучше. Но еще надо и переписать. Переписать это вот все пишут заменой. Ну, то есть не пишут латынью во время текста. А там вот палочки, точки. Это называется радиолюбительская стенография. И ребята тексты записывают именно этой стенографией. Ну, так удобнее. И тексты длятся в течение одной минуты. Ребята их записывают. Вот. И пишут до своей максимальной скорости, которую они могут принять. Потом им дается 30 минут на переписку трех радиограмм. Они уже переписывают эти тексты латынью. И сдают. Судье радиограммы проходят, когда допускается не более пяти ошибок. А если допустили, ребята ошибки? Если они допустили более пяти ошибок, то радиограмма проверяется низшая скорость. Они сначала переписывают высшую скорость своего приема. Вот. Если радиограмма высшей скорости не прошла, они переписывают низшую скорость. Ну, и судьи проверяют следующую скорость. Если уж по трем радиограммам у них будет более пяти ошибок, то они получают ноль очков. Если будут волноваться, если будут невнимательны, потому что запись у нас идет в несколько ярусов, значки повторяются, ребята могут ошибиться. И при переписи иногда невнимательны бывают. Бывает такое, что получаем ноль. С какого возраста можно научиться и заниматься радиотелеграфией? Ну, можно заниматься с 6-7 лет. Вот я лично набираю детей, начиная со второго класса. Ну, если уж ко мне приходят ребятки-первоклассники, то мы тоже с ними занимаемся. Ну, кстати, Ольга у нас тоже пришла в конце первого класса. У нас был чемпион мира Гавриленко Артем. Его брат старший Гавриленко Стас привел. Он тоже в течение месяца выучил азбуку Морзе, и мы с ним уже через месяц поехали на республиканские соревнования. Ну, за 10-15 занятий азбуку можно выучить. Но самое главное ребятам не только запомнить точки и тире, а нужно выучить напевы, и чтобы они могли по этим напевам принимать знаки. И если, например, в букве «Ф» будет даваться напев «Филимончик», то ребята должны именно петь мысленно этот напев и записывать знак. Это буква «Ф». Вот у нас с какой буквы начинается напев, такую букву он не обозначает. Каждой буковке латинского алфавита у нас дается свой напев. Ну, вот раз вы говорите, что нужно какие-то там напевы, чтобы ребята что-то слышали, для этого нужен музыкальный слух. Да, и чтобы достичь высоких результатов, да, нужен, чтобы был очень хороший музыкальный слух. И не только слух, а мы и ребята должны научиться усидчивости. У них развивается память очень хорошо, реакция. Вот им же передавать нужно на скорости. Не каждый это сможет. Все действия, я так понимаю, вы производите на вот этом чудо-инструменте. Расскажите о нем поподробнее. Ну, это обыкновенный электронный ключ, коробочка такая. Вот. Внутри у нее сложнейшая электроника. Вот. И когда ребята начинают работать на этом ключе, начинаем мы тоже с маленьких скоростей, вот это у нас манипулятор. Если мы начинаем нажимать его влево, идут длинные сигналы, вправо идут короткие. И для того, чтобы ребята правильно передавали сигнал, я уже говорила, они должны работать по напеу. Хотелось бы увидеть мастер-класс от профессионалов. Ну, сейчас вам Кирилл передаст буквенную радиограмму. Вот сейчас идут буквы, у него 130, 131 знак в минуту. В течение минуты он передает в латынский шрифт. И все для того, чтобы ребята сами себя контролировали, у нас есть программы. Вот. И если он, например, допускает ошибку, он дает знак перебоя, это 7 точек, и повторяет группу, в которой сделал ошибочку. Все это показано на компьютере. Очень интересно. Мне кажется, это сложно. Они могут сами себя контролировать. Вот ты уже справился как-то быстро? Ну, он не до конца, но он показал. Но все равно это очень быстро происходит. Если начинать с самого первого занятия, мы можем и вас научить. Ограничения в возрасте для того, чтобы научить азбуке Морзе нету. У нас на чемпионатах мира категории выступающих это юноши и девушки до 16 лет. Потом юниоры до 21 года. Юниоры и юниорки. Мужчины и женщины выступают до 40. Мужчины-ветераны, женщины-ветераны после 45. И супер-ветераны после 50. Так что этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте. Возраст не важен. Нет, конечно. Ну-ка, Оля, давай. Давай. Просим тебя. Ну что, готово? Угу. Ну вот в течение минуты она записала 100 знаков. Ничего себе. Это буквы. Вот это называется радиолюбительская стенография. Вот каждой буковке дается свой определенный значок. Ребята принимают в несколько ярусов. И потом они разбирают, что это за значки. И записывают латынью их. Любовь Михайловна, а кто сейчас в работе использует азбуку Морзе? Ну, азбука Морзе используется сейчас в вооруженных силах. Есть там войска связи. Вот. На флоте тоже используется. МЧС. Если вдруг какие-то катастрофы или что-то пропало электричество, то посредством азбуки Морзе, радиолюбителей работы на радиостанции, вот, можно всегда связаться. Ну и большой популярностью она пользуется у наших радиолюбителей. Радиолюбителей связывается с любой страной, с любым оператором, который находится за пределами Беларуси. В этом году поступил мальчик, мой выпускник, Никита Мельников, в военную академию на факультет АСУ. Автоматические системы управления. Ого! Там тоже связано с азбукой Морзе. Вот мы, я ребятам рассказывала и смотрю, Оля загорелась. Загорелась. Да, не только она, но есть еще ребята, которые заинтересовались этим. Это очень интересно. Немного встретишь девочек, которые хотят стать военной. Ну, это, по-моему, единственный факультет, куда принимают девочек. Я хочу сказать, что вы очень интересным делом занимаетесь, таким необычным, не каждый день встретишь скоростного радио-телеграфиста, честно говоря. Ну, а я желаю вам терпения и удачи, конечно же. Конечно же, новых побед. До скорых встреч. Спасибо большое. До скорых встреч. Пока-пока. До свидания. Арина, ты бы хотела оказаться на балу? Очень. Представь себе картину. Дамы в роскошных, красивых бальных платьях, кавалеры во фраках, смокингах, танцы, мазурка, полька, вальс. Это настоящая сказка. А еще бал – это ухаживание, любовь, вызованный дуэль, но одним словом, романтика. Ты права. В свое время дворянский бал был школой общения людей. А еще на балу выбирали невесту и жениха. Именно поэтому балы имели такую долгую историю. Поэтому и неудивительно, что сегодня по всей стране возрождается традиция проведения новогодних и рождественских балов. Все хотят окунуться в эту сказочную атмосферу. И совсем недавно в Гомеле состоялся первый кадетский бал. Говорят, это было очень красиво. В стенах дворца Румянцевых и Паскевичей иначе и быть не могло. Ира, ты представляешь настоящий бал во дворце? Кто составил юным кадетам пары? Под звуки каких танцев кружили на сверкающем паркете участники бала? И удалось ли им почувствовать себя дворцовыми дамами и кавалерами прошлых эпох? Своими эмоциями и впечатлениями участники бала поделились нашими корреспондентами. Итак, ребята, я на балу. Первый кадетский бал! Дмитрий Николаевич, расскажите о проведении и подготовке к такому важному мероприятию. Сегодня мы проводим первый рождественский кадетский бал. Идея принадлежит нашему губернатору Геннадию Михайловичу. Мы очень благодарны за то, что он нам оказал содействие, предоставил площадку исторического места дворцового парковного ансамбля. Потому что достаточно символично и князь Паскевич, и князь румыянцев, они являются учениками, учащимися кадетских корпусов, получали военное образование именно начиная с кадетских корпусов. Поэтому очень символично, что мы сегодня этот первый кадетский бал проводим на этой исторической площадке. Дмитрий Николаевич, а кто составляет пару нашим юным кадетам? Пару составляют наши же учащиеся кадеты, девочки. Их несколько меньше, но мы, в общем-то, пользуемся вот такой возможностью. Мы никого не приглашаем со стороны. И это наша гордость девчата нашего коллектива. Девчата нашего коллектива. Как же приятно находиться среди таких галантных кавалеров. Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вот это я понимаю, что в то время были увлечения. Здесь в себе и романтика, и загадочность, и искренность. Одним словом, мечта. В предновогодние дни в Гомеле были подведены итоги 7-го областного конкурса по патриотическому воспитанию «Наследие». Он проводился среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. Инициатор и организатор конкурса – Гомельская областная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Конкурс во многом уникален и не имеет аналогов в Беларуси. Ежегодно «Наследие» проходит в разном формате. Что было в этом году, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях участник конкурса, учащийся Гомельского государственного автомеханического колледжа Никита Гормаш. Привет! Здравствуйте! А также педагог Гомельского государственного автомеханического колледжа, обладатель гран-при конкурса Александра Александровна Адамович. Здравствуйте! Здравствуйте! Никита Александровна Александровна, расскажите, как пришла идея поучаствовать в таком конкурсе? Идея участвовать в данном конкурсе мне пришла на один из наших праздников, День учителя. На этом дне зашла речь с моим преподавателем, с моего колледжа Татьяной Владимировной. Я узнал о родителях Татьяны Владимировны, что они были достойными людьми, что люди из белорусской глубинки, приехавшие в первый раз в Гомель, достигли высоких результатов в своей деятельности. Отец Татьяны Владимировны, Владимир Михайлович, сначала он отучился в нашем колледже, после чего он ушел в армию. После армии он решил продолжить обучение и закончил Московский институт. И в конце концов он стал директором нашего Комельского государственного автомеханического колледжа. И недавно ушел на пенсию, но до сих пор на пенсию он продолжает свою деятельность и поддерживает ветеранское движение. Александр Александрович, что вы добавите? Мне идея участия в конкурсе пришла, когда возникла необходимость использования электронных образовательных ресурсов в рамках кураторских информационных часов. То есть я почувствовала необходимость в том, чтобы учащиеся свои мобильные устройства использовали с пользой. На моих занятиях они на своих мобильных устройствах открывают мой портал, который я создала для конкурса. И, соответственно, в рамках патриотического воспитания они просматривают какую-то информацию, какие-то видеозаписи. То есть это служит инструментом для проведения кураторских часов и облегчает работу преподавателя. Это очень удобно. И, кстати, интересный проект. Какие номинации есть в конкурсе в этом? И в каких вы участвовали? Я участвовал в номинации «Исследовательская работа». Тема моей работы была «Путевка в профессию». Готовиться к ней я начал вот с того самого праздника Дня Учителя. Работал я с своим преподавателем, она не помогала, так как она дочка. Встречался несколько раз с самими Владимиром Михайловичем и Раисой Григорьевной, это жена. Классно. Интересно было? Да. Александра Александровна? Я участвовала в номинации «Проектная деятельность». Я подавала свой ресурс на эту номинацию, но шансов, как я считала, было мало, потому что он находился не в формате конкурса. Так как электронный ресурс я единственная предоставила на конкурс. Все в основном предоставляли проектную деятельность свою в распечатанном виде, какие-то работы. У меня был не в формате, но я постаралась показать, как можно использовать электронные ресурсы, в частности веб-сайт «Культура наследия памяти» в рамках использования на кураторских часах, воспитательной деятельности. То есть, что может помочь преподавателю при подготовке к кураторским часам. Такой портал сможет стать удобным инструментом, экономя время преподавателя при подготовке и используя уже на самих кураторских и информационных часах. Соответственно, портал представлялся в виде видеофрагмента, который я на защите своей показывала на мониторе и, соответственно, рассказывала про него. Жюри очень понравился такой формат, и поэтому я думаю, что они наградили меня такой высокой наградой. Ну, во-первых, раз вы были единственная, кто сделал такой интересный проект, и с порталами. Это все очень удобно, практично, и мне кажется, молодежи точно понравилось, потому что это классно. Да, мои учащиеся с удовольствием используют его, и они очень рады тому, что кураторские начали проходить уже не в стандартной форме. То есть есть площадка для творчества, они могут также мне помогать наполнять ресурс. То есть он постоянно обновляется, постоянно модифицируется. То есть это путь, который еще не закончен, и я думаю, что я буду дальше продолжать над ним работать. Мы желаем вам удачи, потому что это действительно хороший проект и интересная мысль Ира права. Александра Александровна, какие этапы конкурса вам пришлось пройти? Этапы конкурса включали в себя подачу заявки в онлайн-режиме, то есть все участники подавали свои заявки и свои работы. Жюри отбирало из этого многочисленного потока информации самые лучшие работы, которые далее были представлены уже на защите очной. В присутствии жюри, которое состояло приблизительно из шести человек, значит, происходила защита. То есть каждый конкурсант выходил со своей работы, представлял либо видеофрагмент работы, либо презентационный материал, и защищался около где-то десяти минут. И, соответственно, после этой защиты от жюри поступали интересующие их по работе вопросы, на которые они получали свои ответы. И далее конкурсанты проходили в следующий этап, это уже отборочный этап, соответственно, перед награждением. Награждение было 13-го числа, и вплоть до 13-го числа никто из выступавших на очном этапе не знал, какие будут результаты. Это все держалось в секрете. Это такая своеобразная фишка этого конкурса. Расскажите о, возможно, других каких-то проектах, других ребят. Проекты на самом конкурсе были представлены достаточно разнообразные. То есть там были и исследовательские работы, и проектные, и стихотворения были представлены юными поэтами, преподавателями, учащимися, и фотовыставка. То есть масштаб конкурса разрастается. Самые-самые разные направления, это очень интересно. Можно каждому попробовать себя в таком конкурсе. Да, именно каждый может проявить свой творческий потенциал. Кто умеет хорошо фотографировать, предоставляет фотографию. Кто умеет собирать хорошо и представлять качественную информацию, может создать свой исследовательский проект. Ну что ж, уважаемые гости, большое спасибо, что вы к нам пришли. Желаю вам новых творческих идей. И пусть ваши проекты пользуются успехом и популярностью. До свидания. До свидания. Знаете ли вы, что здание Национальной библиотеки Беларуси сделано в форме сложной геометрической фигуры ромба-куба-октайдр? Это здание в мировом рейтинге среди самых необычных зданий занимает 24 место. Далеко опережают такие шедевры современной архитектуры, как, например, Национальный стадион Пекина и знаменитую башню Барселона. Здание библиотеки имеет довольно оригинальную наружную подсветку. Практически весь его фасад покрыт многоцветным экраном, состоящим из светодиодных панелей общей площадью около 2000 квадратных метров. Управляют панелями через компьютерную систему, создающую разнообразные многоцветные рисунки и узоры. Но самые интересные факты о книжном фонде Национальной библиотеки. Здесь можно найти книги классических и современных авторов, разнообразные заметки про то или иное путешествие, статьи по всевозможной тематике, включая такие фолианты, где впервые была описана Африка на древнегреческом языке. Многогранник бриллиант стал одним из символов Минска. Здесь размещены читальные залы на 2000 мест, а фондохранилище вмещает 14 миллионов единиц. Впечатляет, конечно, смотровая площадка на крыше библиотеки, откуда можно любоваться панорамой восточных районов Минска. А вообще мне кажется, что библиотека это такое место, где всегда можно найти чем себя занять. Согласна, ведь сегодня в библиотеке можно не только читать, а еще побывать на различных мастер-классах, мероприятиях и встречах и понаблюдать за игрой театральных актеров. Ну а яркий пример это наша Гомельская областная библиотека, куда и отправились наши корреспонденты в рамках рубрики «Мой город». Всем привет! Если в областной библиотеке вы бываете исключительно на абонементе, то сегодня мы это исправим. Ведь нам предстоит экскурсия по самым интересным и даже недоступным местам для обычных посетителей. Итак, за мной! Экскурсию проведет директор Гомельской областной библиотеки Марина Сергеевна Рафеева. Здравствуйте, Марина Сергеевна! Здравствуйте, Занночка! Мы сегодня с вами попутешествуем по нашей самой главной библиотеке области. Познакомимся с ее историей, познакомимся, как книги попадают в библиотеку и как они приходят к читателям. И пройдем путь с вами и путь читателя по библиотеке, и путь книги по нашей Гомельской областной библиотеке. Прийти в нашу библиотеку нужно обязательно с паспортом, для того, чтобы стать полноценным читателем. Читательский билет выдается на 5 лет, но ежегодно в январе нужно проходить перерегистрацию. Может быть, какие-то сведения изменились, может быть, изменился адрес регистрации, может быть, изменилось образование. И все эти сведения вносятся в читательскую базу. Ежегодно мы обслуживаем 37 тысяч читателей. И вот, придя сюда, в сектор регистрации читателей, отдаем свой паспорт и через 5 минут получаем читательский билет. Этот читательский билет дает право пользования нашей библиотекой на протяжении 5 лет. С этого года у нас проходит интересная акция по средам «Приди сам и приведи в библиотеку друга». Каждый человек, который пришел в среду в библиотеку записаться, получает читательский билет бесплатно. И, в первую очередь, каждый человек, который приходит сюда за книгой, за информацией, конечно же, желает взять эту книгу с собой на дом. Для этого у нас есть отдел абонемента. Он тоже находится на первом этаже. Идемте, пожалуйста. В отделе абонемента больше 150 тысяч книг в открытом доступе, которые можно взять на дом каждому читателю, имеющему гомельскую регистрацию. Если у людей есть потребность послушать аудиолитературу, такую же аудиолитературу мы специально для них и комплектуем. Вот буквально в этом году, накануне Нового года, мы приобрели порядка 500 дисков по совершенно разным темам. В отделе абонемента больше всего представлена художественная литература. Отраслевые книги представлены в специализированных читательных залах. Здесь же на абонементе у нас есть тифлооборудование, тифлоуголочек такой специальный. Это оборудование помогает людям с особенностями зрения получать такую же полноценную достоверную информацию, как и людям с обычным зрением. Как раз сейчас у нас Игорь Владимирович проводит дистанционное обучение, обучение работе с интернет и компьютерными технологиями. Сюзан, Гомельская областная библиотека на карте города представлена четырьмя объектами. Мы с вами находимся вот в этом основном здании на площади Победы 2А. Маленькие читатели, учащиеся первых-пятых классов, обслуживаются на проспекте Ленина 12. Это библиотека Буратино, известная в городе под таким названием. Подростки, старшеклассники приходят в отдел обслуживания учащихся шестых-девятых классов на проспект Ленина 14, в соседнее здание. И у нас еще есть славянская библиотека Филиал, которая располагается на улице Ланге 17 в общественно-культурном центре. Сюзанночка, мы сейчас с вами находимся в отделе редкой книги и конкретно в музее редкой книги. Это на самом деле уникальное явление, потому что таких музеев редкой книги есть в нашей стране только два. В Национальной библиотеке и у нас, в Гомельской областной библиотеке. Основой этого музея стала книжная коллекция князей Паскевичей, которые владели Гомелем на протяжении 19-го, начала 20-го столетия. Их коллекция насчитывала в свое время более 20 тысяч томов. На сегодняшний день, после всех бедствий 20-го века, этой войны, революции, знаете же, конечно, да, и пожар, стрелькопытовского мятежа, сохранилась только третья часть этой коллекции, 6,5 тысяч экземпляров. И они представлены здесь, на наших балкончиках, специально оформленных, и в наших книжных витринах. Самая старшая книга, которая есть в коллекции, ей почти 500 лет. Эта книга 1547 года. Это сборник концон Петрарки. Кроме коллекции Паскевичей, есть еще коллекции редких изданий и коллекции миниатюрных изданий. Самая маленькая книга, изданная типографским способом, есть тоже у нас. Эта книга занимает размером всего две тетрадные клеточки, 6 на 9 миллиметров. Называется она «Чудо из чудес», и в ней высказывание Пушкина и Горького о книге, потому что книга и есть «Чудо из чудес». Ну а дальше наша экскурсия продолжилась уже на втором этаже библиотеки. Но об этом в следующей программе. В эфире «Классный час». И с вами мы, Арина Синенок и Ирина Рудая. Друзья, наши следующие гости расскажут об интересной и насыщенной деятельности Гомельского городского детского парламента. Итак, знакомьтесь. У нас в студии заведующий отделом социокультурной деятельности Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи, координатор Гомельского городского детского парламента, руководитель благотворительного социального проекта школы подготовки волонтеров «Школа добра» Вероника Николаевна Рашкова. Здравствуйте. Здравствуйте. А также учащийся гимназии номер 46 Гомеля имени Блеза Паскаля, председатель Гомельского городского детского парламента Алина Олешникова. Привет. Привет. И учащийся 12-й Гомельской школы, активист парламентарий Елена Юркова. Привет, девчонки. Привет. Привет. Вероника Николаевна, девчонки, расскажите, как был основан этот детский Гомельский парламент? Детский парламент был основан в мае 2015 года в рамках инициативы ЮНИСЕФ «Город дружественный детям». Детский парламент, как орган самоуправления, позволяет молодежи и детям продвигать свои инициативы и проекты на более высоком уровне, это уровень области или же города. Ребята Гомельского детского парламента на сегодняшний день могут легко озвучить все свои проблемы, инициативы и вопросы нашим уважаемым властям, так как это орган самоуправления Гомельского городского исполнительного комитета. На сегодняшний день все ребята, входящие в состав, как раз-таки вот то связующее звено между всеми учащимися учреждениями образования и органами власти нашего города. А какие цели и задачи вы ставите перед собой? Самой главной задачей нашего парламента является продвижение инициатив и идей детей и молодежи города Гомеля на более высоком уровне, то есть перед органами власти. Девчонки, есть же много разных детских организаций, почему вы выбрали именно парламент? Я выбрала парламент, потому что у меня скопилось очень много идей, у меня были какие-то свои задумки, которые я не могла сама по себе воплотить в жизнь. И когда я только услышала, что будут выборы в детский городской парламент, то я сразу туда записалась и пошла выбираться, потому что я очень хочу реализовать все свои идеи в жизнь. Алина является председателем третьего созыва Гомельского городского детского парламента и выбрана она была на эту должность только в мае месяце. Первое заседание у нас прошло в сентябре и каждые три месяца у нас проходит заседание. Есть уже проекты, новые проекты, которые мы рассматриваем на своих заседаниях и есть очень много инициатив от самих парламентариев, поэтому пока она только начинает деятельность. Молодой парламентарий. Ну, мне кажется, у тебя все получится, мне кажется, если у тебя много идей, ты обязательно их реализуешь. Расскажите о системе управления парламента. В нашем парламенте есть система управления, она начинается с председателя, председатель стоит во главе нашего парламента, это я. Также у меня есть заместитель, которого мы выбрали на первом заседании нашего парламента в сентябре. И все остальные ребята у нас разделены по комиссиям. Существует три комиссии. Первая комиссия – это по гражданско-правовым вопросам. Вторая комиссия – это по взаимодействию с общественными организациями и волонтерской организацией. И третья комиссия – это поддержка здорового образа жизни, вовлечение ребят в профилактические мероприятия и различные проекты, которые нацелены на профилактику здорового образа жизни. Вот если честно, это все очень серьезно звучит. Я не понимаю, как ты совмещаешь и школу, учебу, может быть, какие-то еще занятия, и парламент. Это все очень серьезно на самом деле. Как у тебя это получается? Ну, на самом деле, это получается легко. Я так привыкла работать. Я и пою, я и танцую. Творческая личность, как и у вас, давай. И как бы активно в парламенте. Мне это просто все нравится. Я этим занимаюсь ради удовольствия. Для всего нахожу время, планирую заранее свой день. Вероника Николаевна, кого вы принимаете в ряды парламентариев? Так как на сегодняшний день я второй год уже являюсь координатором Гомельского городского детского парламента, ну, считаю себя абсолютно равным парламентариям, несмотря на возраст. Так как у нас самое основное гласит правило, это мы все равны. И нет у них руководителя, нет у них такого человека, который сказал, и парламент пошел выполнять. Это орган самоуправления. Сами на себя. Да. Да. Я только, скажем, тот взрослый, который может их где-то поддержать, подтолкнуть и где-то сказать «стоп». Вот. В ряды парламентариев в первую очередь, издавна, еще когда у них был первый созыв, изначально у них стояла такая цель принимать только активистов, но активистов-отличников. И вот я столкнулась с твоей проблемой в прошлом году, работая со вторым созывом, когда у нас были все отличники учебы, лидеры города Гомеля. Они входили во все молодежные организации, вообще во все общественные объединения. И когда нам надо было проводить заседания, до ребят было не достучаться, так как они действительно, планирую-не планирую, но они все звезды. Звезды города Гомеля в любом направлении. Вот. На сегодняшний день, ставя задачу о выборе третьего созыва, здесь мы не просто ввели исключение, а так требует республика, и хотят Минск, и я считаю, что это правильно. Мы не ставим для них границ. Здесь не обязательно отличники. Вот у нас Алина является победителем республиканской олимпиады по иностранным языкам, и на сегодняшний день у Лены свои заслуги, у каждого из них мне хочется взять автограф, да? Вот. Для меня самая главная задача, чтобы дети хотели идти, чтобы дети горели именно этими идеями, чтобы они хотели поддержать. Это могут быть дети как из той категории сопов, о которых мы не очень любим говорить, но поверьте, там очень большие творческие личности. Это могут быть дети-инвалиды, которые на сегодняшний день интегрированы в наше учреждение образования, которые обучаются посредством инклюзии. Поэтому мы рады в своих рядах видеть всех. Я была на UNICEF Talks, который проходил в ноябре, там было много ребят, которые инвалиды, но у них столько интересных идей. Я очень сильно вдохновилась, мне очень понравилась эта конференция, это было просто супер, реально очень классные ребята, вдохновение от них уйма. На сегодняшний день мы как раз в нашем центре открываем тоже проект, новый проект именно в своем отделе социокультурной деятельности, куда будут приглашены наши парламентария, соответственно, пройдя определенную подготовку психологическую по работе с детками-инвалидами. Мы открываем новое направление, это социализация детей-инвалидов посредством инклюзии в наше общество. То есть это детки от 4 лет и заканчивая там 16-18 лет. Это те люди, которые на сегодняшний день, ну, к сожалению, ограничены, да, вот этой социализацией, они живут в своем мире, надомники, дети-надомники. Мы хотим с ними сделать такой, это главная, да, тоже цель, сделать такой общий вот проект, где они будут принимать участие кто-то и в проектах парламента, кто-то и в работе с нашими волонтерами, а где-то вы увидите и с ними постановку на большой сцене. Я вам это обещаю, это обязательно будет. Ну, а теперь поподробнее расскажите о проектах, которыми вы занимаетесь в парламенте. Одним из проектов стал тот проект, который мы заметили на Мележевских чтениях. Его представила Анастасия, учащаяся в 61-й школе. Проект называется Greenway, зеленые маршруты. Этот проект очень распространен в Европе. Он очень актуален там. Я думаю, что в Беларуси не помешало бы создание такого проекта. Мы хотим поддержать. Целью этого проекта является как можно больше озеленять наш город, пролаживать больше велодорог и, естественно, призывать людей к частому использованию эко-транспорта, то есть велосипеды там или что-то другое. Проект на самом деле замечательный. Я была председателем жюри Мележевских чтений, той цикловой комиссии, где выступала Анастасия. Она не заняла никакого места, но ее проект актуален для нашей молодежи. И на сегодняшний день, действительно, изучив полностью какую-то документацию по Greenways, я поняла, что в Беларуси на сегодняшний день мы любим ругаться такими иностранными словами, говорить о них. А реализовывать на данный момент, ну, пока еще у нас никто не дошел. Я не схватилась за него, потому что он будет первым у нас в Республике Беларусь. Потому что эта тема интересна молодежи. Сколько на сегодняшний день посредством велодвижений города Гомеля у нас принимают участников в открытии велодвижения, да, в этих велокарнавалах. Я сама их веду и вижу, насколько у нас Гомель действительно активен. Поэтому я думаю, к нашему проекту присоединиться не так подростки и молодежь, как и любая активная молодежь и часть вот наших гомельчан. Мы будем только рады. Мы попробуем дать девочке возможность реализовать данный проект, потому что для нее там вложена хорошая-хорошая работа и душа. Вот, поэтому мы будем делать ту работу, которая возложена на нас. Также накануне 75-й годовщины победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками наш парламент поддержал проект «Внуки по переписке». Суть этого проекта заключается в том, что дети, воспитанники детских домов пишут письма ветеранам, которые одиноки, также жителям интернатов, которые являются одинокими. И они и так переписываются, связь поддерживается, связь между поколениями. И эта обратная связь говорит нам о том, что мы идем в правильном направлении. В 2015 году по, скажем так, моей идее, но инициаторами выступили детки детского дома, с которыми я работаю уже с волонтерской темой. Именно они стали идеями и вдохновителями данного проекта. Мы связались с Дуяновским домом-интернатом. Тогда было очень много снятых передач по этим деткам. Мы написали письма «Дорогая бабушка, пишет тебе Ванечка, мне там 5 лет, я живу в детском доме, очень бы хотелось там найти человека, с которым бы пришлось общаться. Расскажи о себе». Мы боялись, очень сильно боялись, что данный проект не будет иметь обратной связи. Мы приехали в Дуяновский дом-интернат с концертом, привезли эти письма. Каково было наше удивление, когда эти письма просили «Отдайте мне еще одно и еще одно». Буквально не прошло и месяца в Гомельский детский дом пришло куча писем. Конкретно уже адресату, конкретно уже ребенку. Старики отреагировали отлично. Они начали высылать свои фотографии, они начали приглашать. И каждый раз у нас была проблема с транспортом, они просили о том, что «А привезите мою Леночку, а привезите моего Ванечку». И был один мужчина, который для своей девочки, которая к нему приезжала, вырастил к 8 марта фиалку, и она расцвела. И эта девочка Милана ввезла эту фиалку, спрятавшую в куртку, чтобы только она не замерзла. На сегодняшний день, в прошлом году мы поддержали этот проект с парламентом, потому что пока он работал точечно детский дом и конкретно Дуяновский дом-интернат, я предложила ребятам, что нам надо необходимо реализовать этот проект. Республика нас тоже как бы поддерживает вовсю. И ребята откликнулись. Более 200 писем у учащихся, учащихся поддержали и родители. Были написаны письма «Дорогая бабушка», «Дорогой дедушка». Волонтерами эти письма были развезены в дома престарелых Гомельской области. Мы боимся работать еще по адресатам, потому что давать адреса конкретному юридическому лицу или какой-то организации, либо какому-то физическому лицу – это страшно. Потому что самая, как я говорю, самая нежная и любимая категория людей – это дети и старики. И мы начали работать с теми учреждениями, которые находятся под государственной защитой. Это дома престарелых. Мы привезли туда письма. И каково наше удивление? Удивление и радость – есть обратная связь. На сегодняшний день уже с новым председателем Али я предложила к юбилейной дате Победы продолжить этот проект, присоединив сюда всех учащихся учреждений образования. Нас поддерживают многие ребята. Также поддержал Ковалевич Николай Николаевич, начальник управления образования Гомельского городского исполнительного комитета Светлана Леонидовна. Также поддерживает наш проект. И я думаю, что этому проекту быть. Потому что вот там как раз-таки есть чувство патриотизма, семейная ценность. То, о чем мы говорим, вкладывая в воспитание наших детей. Мы работаем на Толстого. Всегда собираемся на Толстого 17. У нас очень интересная команда. Вот те неформальные заседания детского парламента. У нас под гитару, с чаем. Ну, как мы видим, да. Творческая, рабочая атмосфера. И это не говорит о том, что мы собрались там веселиться. Это говорит о том, что мы собрались там для работы. А путем и посредством, как это происходит, форму, Ну, конечно, уже делаем мы, взрослые люди. И, в принципе, как я говорю, ребята сами. Они нас откармливают. Девочки там пекут что-то. Мальчишки рады. Это мы с тобой. Все. Мы к вам идем. Девчонки, давайте к нам. Мы будем только рады. Вот. И мы всегда рады новым людям, новым лицам. Мы не приглашаем, понимаете, людей силой. Мы не зовем силой. Кто-то приходит с нами, побыв один раз, может уйти. Потому что это не его. Не наш человек. Это и не наш человек, и это не его. А с другой стороны, в большинстве случаев как-то остаются. Кто-то стесняется. Они же такие все приходят, такие стеснительные. А потом раскрываются. Вот. И получается как раз-таки вот та работа, о которой мы говорим. Какой проект, на ваш взгляд, получил наибольшую популярность и востребованность? Мы думаем, что именно этот проект «Внуки по переписке» сейчас очень актуален в наше время. И поэтому он получает уже свою популярность. И будет получать, так как на данный момент и в будущем это актуально. Самое главное, что он несет результат. Да. Результат – это добро. Вероника Николаевна, вы уже сказали о своем волонтерстве, о том, что вы занимаетесь им. Расскажите, как вы туда пришли, почему? Почему 20 лет назад я начала эту деятельность? Я тогда не знала, наверное, этого слова «волонтерство». Мне хотелось делать какие-то такие вот вещи. И я находила с собой единомышленников очень много, ввела. Мы делали, принимали участие для каких-то семей, да, малообеспеченных. Принимали участие где-то в детском доме. Мы принимали, я создавала постоянно какие-то объединения, какие-то общественные ячейки. И работали абсолютно за бесплатно, мы работали за идею. Нам это очень нравилось. Я была руководителем огромного отряда «Эдельвейс», который в 2015 году получил свою победу республиканскую. Далее создалось очень много проектов. Именно «Школа добра», которая вот третий год у нас работает. У нас очень много направлений в нашей деятельности. Более 700 волонтеров я выпустила. Это руководители на сегодняшний день волонтерских отрядов, которые имеют победы на республике. Я горжусь каждым. Многие знаменитые медийные люди вышли с моего отряда. И что касается именно волонтерской деятельности, ну, я не знаю, так нельзя, наверное, говорить, но именно «Эдельвейс» дал хороший толчок, что мы двигаемся в правильном направлении. Много раз хотелось опустить руки, но получив ту самую победу, к которой мы шли, приняв участие в волонтерском каком-то проекте, мы поняли, что мы двигаемся в правильном направлении. Затем мы поддержали Киру Круленко, девочку с Будо Кошелева, и мы поняли, что очень важна поддержка детей онкобольных. Одно из направлений на сегодняшний день, которым конкретно занимаюсь я, это поддержка семей, где воспитываются дети, которые имеют это жуткое заболевание. Поддержка не просто психологическая, любая помощь, которая им необходима. Значит, я помогаю им выходить на СМИ, я помогаю им оформляться в соцгруппах, мы распечатываем листовки, нас объединяет большое количество людей на сегодняшний день, которые работают именно в этом направлении. Мы имеем все награды, которые только можно иметь. Самая главная награда общественного объединения, ну вот Красного Креста, она есть у меня, да, почетное звание. Вот Гуманное сердце, почетную награду я имею, у нас в Гомельской области ее никто не имеет. В 2017 году в городе Москва мне вручали награду, я являюсь добровольцем ООН, награду Российской Федерации, да, и с Натальей Водяновой мы начали совместно сотрудничать именно по поводу, ну, конкретно работы деток с особенностями психофизического развития. Ребята, мне кажется, у нас сегодня были суперпозитивные, классные гости. Большое вам спасибо за то, что к нам пришли. Желаем вам новых творческих идей и задач, решения. До новых встреч, пока-пока. До новых встреч, вам огромное спасибо. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Ариша Синенок и Ириша Рудая. Смотрите классный час по воскресеньям и понедельникам на Беларусь 4 Гомель. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова